Здравствуйте, Андрей Андрей. Что происходит с людьми? Все очень нервно и стараются обвинять друг друга, как защитить от зла и обвинений. Дело в том, что очень часто люди подменяют понятие «как» на слово «почему». Дело в том, что когда человек обвиняет, то он пытается переложить на другого какие-либо проблемы, то есть не решать эти проблемы сам. Таким образом, человек старается максимально избежать решения проблем и не решать их. Вы знаете, я очень давно заметил, что наши политики, они очень часто пользуются этим приемом. То есть когда политики начинают выступать где-либо, они обычно говорят, что почему это не получается, от чего или кто виноват в этом, кто виноват ищет виновных, почему не получается, объясняют. Но, к сожалению, свою прямую обязанность, которая называется «как же это все решать», они не выполняют. А мне бы хотелось, ну на самом деле каждому человеку бы хотелось, таким образом, когда они говорят, что эти виноваты, эти, они перекладывают свои обязанности или перекладывают свои, переложить свою ответственность, они пытаются на других людей или другие какие-то моменты. И, конечно же, хотелось сказать, что важнее было бы, наверное, им говорить слово «как это изменить». То есть вы представляете, выступает министр и говорит «я предлагаю изменить, и я знаю, как это сделать». И после этого «я знаю, как увеличить пенсии, я знаю, как сделать дороги во всей стране, я знаю, как увеличить там пенсионный или уменьшить пенсионный возраст, я знаю, как сделать так, чтобы бизнесмена было удобно работать, я знаю, как сделать, чтобы не было очередей, я знаю, как сделать отрасль более эффективно работающей». А так получается бесконечное обвинение. Точно так же, а это склад ума очень часто у людей, чем мы можем помочь и как мы можем не реагировать на злобность и обвинение других людей, перекладывание своей ответственности на других людей. Единственный метод, о котором я часто рассказываю, это метод такой духовной адвайты, когда человек может сказать как бы сам себе «я ни при чем». То есть то, что человек не хочет на себя брать обязанность за какое-либо действие, вы скажите «в этом виноваты». Ну, как правило, никто не виноват, даже он. Видимо, это некомпетентность, видимо, это нежелание, видимо, это просто несостоятельность. Ну и если вы не хотите перекладывать эти обязанности исполнять, то вы тоже ни при чем. Поэтому, когда человек обвиняет кого-либо, то вы ни при чем. Знаете, когда-то встречал человека, там были выборы, этот человек кричал мне в лицо, что очень маленькие пенсии и так далее. Ну и он ожидал, что я начну ему что-то доказывать, но ему сказал «вы знаете, я ни при чем». Я на самом деле совершенно ни при чем. Я не против, не за. Я не за политику, не против. Я не занимался политикой, я ее не делал, и я ни при чем. То есть у меня нет никаких обязанностей ни перед кем. Поэтому мне и отвечать, в общем-то, не за что. Но, конечно же, когда политики начинают общаться, они начинают говорить, что мы обвиняем прошлую власть, обвиняем еще этих, обвиняем там соседние государства, обвиняем еще космос, обвиняем там планеты или обвиняем еще кого-то. Но на самом деле поиск, кого можно обвинить, не решает саму причину. Помните, я когда-то рассказывал, что важнее вопрос как или вопрос почему. Вот смотрите, неважно, почему ребенка сбила машина. То есть почему его сбила, потому что мама не досмотрела, потому что папа выпивал вечером, потому что у них плохие отношения в семье. Важно задать вопрос, как помочь этому ребенку. Скажите, какой из этих вопросов важнее? Почему все-таки или из-за чего это произошло? Или все-таки как помочь? Так вот, смотрите, правильное восприятие мира – это вопрос, как помочь сделать что-либо. Ну и когда человек начинает обвинять, то необходимо говорить, если это касается и вас, и его, то нужно говорить, давайте не будем обвинять друг друга, давайте найдем все-таки идею, как мы можем решить данную ситуацию. И решим ее совместно. Вот так. Почему человек злится? Потому что, как правило, человек вынуждает себя выходить из зоны своего собственного комфорта, поэтому он злится. То есть он хотел спать, его будет ребенок и так далее. Его необходимо либо оставить в этой зоне комфорта, либо смириться с тем, что он нервный. Ничего с этим сделать нельзя. Не принимайте близко к сердцу, говорите «я ни при чем». Просто тихонечко про себя или этому человеку.